Давайте более прилично сделаем нашу статью, чтобы она была хотя бы ровная. Я взял самое простое. Это BoostRab Studio, это отдельная программа. И сделал, чтобы контейнер, ряд, дизайн я объяснять сразу не буду. Сменять дизайнер хреновый, ребята. Ну, самое простое, чтобы наша статья выглядела прилично. Тут я взял готовую заготовку. Поэтому эта программа не относится. Чтобы нам не рваться, чтобы вид какой-то был. Взял готовую заготовку, просто поудалял все, что мне не надо, и оставил только вот это. Все, нам эта программа не надо, давайте приводить вид. Оставил все, чтобы было понятно. Здесь будем в заголовок, здесь в тех статьях. Ну, все. Дальше. Это убираем. Вот я импортировал. Давайте соображать. Вот наша статья. У нас HTML теги все есть. Они находятся в базе, да? То есть здесь все окей. Почему? Почему это все, можно нафиг пока. Включая body. Теперь, смотрите. Теперь давайте разделим. Пока первое время трудно. Перейдем в наш сайт, где у нас там пока отображается. Ага, вот он. И что-то вразумительное, чтобы было. Так. Скрипты тоже нам убираем. У нас все это есть. Разделяем. По сути дела, что нам надо сделать. Чтобы контейнер был у нас. Смотрите. В базе, в базе HTML, где мы алертов насували, мы разместим только контейнер. Ну, который будет, в принципе, держать шаблон базовой страницы, чтобы он подходил под мобильные, под все, да? А в саму юзер уже само оформление. Поэтому контейнер у нас будет постоянно в базе только контейнер. А все остальные страницы, которые мы хотели, мы уже будем делать, как нам нравится. Они же могут быть разные. Почему так и делаем? Разделяем здесь для себя. Если вначале будет тяжело, то просто разделяем. Вот так делайте. Контейнер. Див видите? Значит, нам надо последний закрывающий див. Напишите себе вот так. EndContainer. Все, вам понятно. Все остальное у нас разделяется. Вот это будет у нас наша страница обычная. Вот это у нас будет базовая страница. Django все это сложит в одно. Мы сейчас не берем там никакую разметку. Можно было там в Bootstrap Studio настроить все эти отступы. Все это в визуальном режиме. Далее я отмечал себе вот тут тех статьи. А тут у нас заголовок. Тут имя автора. И так далее. Так. Делаем. Берем, что касается секции контейнера. И перемещаем в базы блок. Это все между тегами блок контент. Это все убираем. Это пусть пока наверху будет. Потом куда надо вставим. Не удаляем. n-блок. Все. Сюда вставляем контейнер. Отлично. А. Что-то не хватает. Не хватает закрывающего тега div. Ну правильно. Так. Что-то мне неудобно это все. Сюда. Так. Как-то надо их сделать, чтобы оно не было все. Контейнер есть. Теперь сюда вставляем этот тег. Все. Отлично. Уже проверяем. Так. Пока я не вижу результата. Сейчас разберемся. его и не должно пока быть, потому что нет рядов и колонок. Почему? Берем вторую часть. Далее. Открываем. Открываем. Открываем user post. И уже оформляем как нам надо страницу. что я делаю все очень просто. Я делаю все очень просто, пока будем дальше уже с участниками школы чего-то там делать. Пока нам надо разместить между между контент-блок, почему? 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 Теперь лишнее поубирать надо. Теперь лишнее поубирать надо. Уже стало все. Мы видим статья по центру. Давайте подчищать. Давайте подчищать. Так. Здесь мы вот что сделаем. Здесь мы. Так. Как здесь? Так. Сюда. 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 Чтобы было более читаемо. Теперь берем наш for и текст статьи. Так. Стоп. Не так. Нам же это заголовок, а не текст статьи. Текст статьи будет потом. Поэтому нам надо title. Вот он. H1 у нас здесь. Пусть будет H1. m1. h1. . Даже можем по другому потом попробовать сделать. так немножко не то всех воробьев получили все статьи сразу у нас получается блок интро див да и надо найти его по и последний тег закрывающий див по сути дела просто цикл for надо разместить за него перед ним и закрытия после последнего див теперь когда вы уже будет заголовок статьи посередине имя автора давайте уберем вот это нам уже это не надо базы файл база надо убрать еще остался шаблон судя по названию он находится блок база ну вот ну совсем все хорошо вы уже там будете и так у нас на самом деле действительно есть все эти статьи ну то не давайте чтоб дальше было более понятно несколько статей добавим это не будем переправлять вообще просто удалим автор дэма выберем так ответа у нас пока нет так что не заполнили придется здесь заполнять пока не автоматом еще что-то не заполнили авторах да что это такое а понятно мы сделали ограничение 5000 символов а тут но пишет 5805 что-то не совсем правда это пока что-то я не вижу ладно смотрим но дешение да прячутся эти символы стоп что-то я не то накопировал но так будет нормально так как чего-чего очень интересно а ребят надо применить пользователя этаж дема вот когда мы ведем дема мыша дема вели дема там появится перепелка ну давайте пока вы уже сами потренируетесь а я уберу с дема на нас так у дема бра убралась ну правильно потому что ничего нету записи все есть забыли перетянуть анимацию почему все остальное есть сейчас я это опять заполнился файл секунду ну вполне понятно это наставить есть у нас анимация но надо уже дальше мы будем конкретно подгружать к нашему проекту чтоб сейчас не возиться уже черт с ней потому что сама анимация есть далее мы будем сюда это надо этой странице еще работать добавлять погенацию добавлять фото профиля то есть будем возвращаться много к ней пока давайте добавим то что у нас вообще есть открываем нашу модель и давайте дату у нас есть поле как раз по моему дата там есть почему берем переменную нам сейчас понадобится мы будем использовать фильтры поэтому нам надо что нам надо шаблоны шаблоны и фильтры дата и здесь есть буквенные выражения которые мы будем использовать вот пример почитаете здесь все написано что обозначает ну и день месяц все прочее берем этот формат себе где-то пометьте ну а мы будем писать значит далее наша временная переменная пост далее наше поле дата дата создания для применения фильтра ставится прямая черта далее далее то что мы видели вопи сейчас дата двоеточие и буквенные выражения давайте пока без этого поставим посмотрим что будет дата у нас выставилась перепелка 23-21 да ну пока там часовой пояс надо будет менять это часовой пояс выставляются настройках так только я видно неправильно пишу сейчас евро так часовые пояса вот он обновим обновим так все правильно странно надо 24 но давайте попробуем так теперь давайте все таки применим а вот еще что у нас лишняя скобка дальше у нас идет дата двоеточие и дальше строках делаем так и через запятую f посмотрите там так стоп разберетесь это вам задание смотрим так что-то не то сделал запятую значит пустил то где наш пример нет все верно месяц год а это раньше было ну-ка 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 всегда всегда должна быть справка ребята под рукой так чего то еще не так 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 это поле правильное на так тогда чтобы вам было видно разбираемся ну приц понятно куда у меня делать то я не то сделал ребят то ошибка тупо синтаксис по синтаксису и там косую черту поставил черта так должно чего-то уже работать наверное так очень интересно но это я что-то где-то пока туда-сюда сбил сейчас будем искать причину страница работает а все все я тут экспериментировал все ребят не заморачивайтесь я экспериментировал кое-что еще хотел вам показать мой так декабрь 23 21 23 21 все правильно формат получился такой посмотрим посмотрим попробуем убрать экспериментируйте я всегда тоже не знаю я всегда пользуюсь справкой вот и все да все работает до без запятых а запятая было здесь можно ну вот вам домашнее задание по справке вставить 23 число сегодня 21 года вставьте месяц дуйте в справку ищите месяц и вперед смысл понятия давайте теперь сюда нам надо автора автор у нас все здесь по шаблону делается автор учитывая что у нас фор пост здесь и здесь то здесь просто мы берем тоже делаем переменную пост контент но этого я думаю будет мало так исключение я неправильно написал слово т здесь надо шаблон не выдают ошибку просто их не увидите так смотрим дальше что-то не хватает так по моему вот этого кранирование что мы так ну тут в любом случае он надо пока я не вижу нашего так без сафа там тоже неправильно было написано пока без сафа просто-напросто обычная тупая ошибка так ну вот видите и что мы везде по вытягивала видите да вот этот вещь экранировать надо все нормально все нормально стали ссылочками наша статья уже есть но уже будьте сами оформлять я сказал дизайн я так это не мое дизайн поэтому мы просто привели более менее в порядок чтобы у нас отображали статьи но это не дело по сути дела так у нас все работает мы еще добавили автора просто я отвлекался поэтому вверху мы добавили пост автор теперь что нам надо еще доделать доделать надо много вещей ну во первых сам дизайн надо что-то покрасивее сделать поэтому я сейчас по быструхе то что было далее если статьи будут длинные пусть будем делать погинацию еще там по сколько страниц это сюда бы не возвращаться потом что нам надо еще ссылка на профиль ссылка на профиль это когда мы будем писать профиль модель профиля пользователя у нас появится возможность переводить на него и здесь фотографию с профиля но это дальше все весь пост выводить тоже не имеет смысла надо ограничить определенное количество символов это тоже при помощи тегов жанга допустим в бить там 100 букв отображается остальное дальше читать читать полностью чтобы не загружать страницу это тоже сделаем но для этого надо уже писать представление здесь вывода одной записи это все будем делать то есть надо было чтоб заделать это ссылочку чтобы она переводила на профиль на профиль чтоб переводила здесь ограничить количество символов посчитать количество постов вообще пользователя ну в общем много еще работ и это только вот одна статья то есть мы сделали и будем постоянно сюда возвращаться иными словами для этого желательно как я говорил вести себе записи то есть сделали решили что сделать забудете потом потом заходите блок где мы вики делали создать файл называйте как хотите доделать доделать и пишем ссылку на профиль фото фото контент то есть записали что то пришло в голову ребята не торопитесь пришло в голову не поленились открыли дописали когда у вас вики вашей распределено вот мы работаем над блогом понятно открыли шаблоны мы знаем допустим определитесь с одним пусть у вас дэв допустим будет это там где вы будете дописывать свои идеи и мысли да то есть разработка дэв вспомнили вот делаете делаете раз пришла мысль не ленитесь открыли его можно вообще открывать в отдельном в отдельном чем то и дописывать по пути дописали если вы думаете что вы потом все это вспомните не вспомните дописали самый тубой карандаш в случае самой острой памяти все потом в любом случае откроете ага надо это это сделать в блоге еще давайте пока все то и и и то и то и